здравствуйте друзья доброе утро сайт глаздор.ком это известный такой сайт где много всякой информации о компаниях американских и этот сайт опубликовал список из 25 наиболее зарабатывающих профессий на 2018 год из 25 профессий которые там в этом списке 13 айтишные технологические так скажем более широком смысле по сравнению с 11 которые были в прошлом году так что вот давайте подробнее немножко поговорим надо сказать что я я лично скептически немножко отношусь к статистике которую собирают веб-сайт потому что 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 такое глаздор.ком это такое место где вы можете прийти и рассказать так приватненько что у вас там вот делается в той компании или в этой компании вот вы работаете в компании ляпкин и тяпкин и ходите там и анонимненько говорите там а менеджер такой-то ночь там урод а денег что-то там недоплачивают а вот чего-то там такое вот что-то мне там не очень нравится может быть даже скажите что нравится вот такой вот как бы сплетенке такие можете пойти узнать какие вопросы на интервью задают вот представите люди пошел на интервью и потом разделиться какие ночи вопросы на интервью задают то есть как бы ну хорош такие люди собираются в общем в частности там есть опросы и по деньгам которые они зарабатывают и по должностям на которых работают и так далее то есть народу много вопрос там насколько репрезентативно вот это их выборка потому что одно дело люди добровольно пришли и заполнили форму потому что не знали на работе чем заняться и так вот думать чем такое вот это сделать подел форму какой запомню там на каком веб-сайте есть такие тоже но есть другие которые туда не пришли не заполнили мы не знаем точно что произошло но вот как то так поэтому достоверность то есть статистике что там есть она такая вот вы понимаете о чем мы говорим сомнительная но все равно интересно особенно если смотреть тенденции такие вот от года в год то есть качество их статистики не улучшается но вот тенденции какие-то можно может посмотреть зарплаты которые там даны это первое зарплаты медианы и то есть что такое медиан доделать медиан это значит что вот допустим у нас десять тысяч человек там какие-нибудь software девелоперы то вот эта медианная зарплата это такая которая делит их на две равные группы под пополам то есть вы скажем сказали мы там 75 тысяч долларов и вы получится что 5000 получили меньше 75 от и 5000 больше 75 ну вот так значит лидируют первые три позиции в списке из 25 занимают медицинские профессии медицинские сначала идут врачи там почти почти 200 тысяч очень близко к застам чуть меньше потом идут менеджеры фармацевты но много кино менеджеры и потом идут так называемый нерс практишнер нерс это как вам сказать почти врач вот такая медсестра которая практикует то есть высший уровень медсестры который ведет прием пациентов вот так такие есть есть такая категория нерс практишнер у нее медианная там по 105 тысяч у фармацевта менеджера 150 и у врача около 200 но особенно что касается врачей речь идет о тех кто работает по найму есть врачи которые работают по найму очень много врачей имеет свой офис и я честно сказать даже не знаю по правде сказать каких больше то есть я не удивлюсь если больше тех которые работают в своем офисе но тем не менее есть большие госпиталя есть офисы большие где много народа может быть это не целый госпиталь веке клиники небольшие там люди работают по найму очень часто они совмещают допустим там четыре дня в неделю он рам принимают у себя в офисе а там скажем еще день в неделю или может быть два дня в неделю он работает в госпитале тому что он оперирует остальное время у себя такие тоже есть в общем в данном случае речь идет о тех кто работает по найму и у нас например тут есть громадная сеть госпиталей называется кайзер кайзер перманент и это большие учреждения там все врачи наемные работники я слышал замок разных людей которым наверное в курсе что вот там лучше всего платят врачам ну дай бог вот значит вот наемный врач получает такие деньги тоже среди вот этих вот на верхушке там есть такой legal counsel это фактически юрист корпоративный то есть в компании есть свои юристы и свои юристы зарабатывают не так может быть здорово как если бы у них был свой офис но с другой стороны они работают свои 8 часов в день вот у них там бенефит и все дела и в общем они как бы там упакованы и надрываться не надо и не надо думать откуда возьмется бизнес то есть 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 люди которые с удовольствием работают корпоративными юристами это не так плохо по сравнению скажем с юристами работающими в нон-профитных организациях да то есть в общественных организациях там просто могут быть деньги ну скажем смехотворные то есть такого уровня что понятно что люди работают там не за деньги а еще за что-то ты может быть там не знаю там 30 тысяч например там 35 40 как можете юрист получать они вот эти вот стоит там сколько там под под сотню которые получают корпоративный юрист или там может быть чуть больше что еще значит и так первое я сказал что зарплаты эти медианы и второе что важно принимать во внимание речь идет о так называемый base salary то есть базовая зарплата дело в том что люди получают кое-чего что стоит денег не в виде денег не в виде денег вы получаете например медицинскую страховку вот я могу сказать что нам со светланы и медицинская страховка у нас неплохая но наша медицинская страховка нам обходится в 2000 долларов в месяц на двоих две тысячи в месяц значит если бы я работала в такой компании да и мне бы давали медицинскую страховку на семью как это 25 тысяч год то есть мало того что у меня скажем там 100 тысяч там base salary но плюс еще 25 тысяч виде страховки медицинской и медицинская страховка это не единственный расход который ты имеешь со стороны работодателя есть очень очень много разных способов мотивировать людей и акции компании и специальные планы по покупке корпорации компании там по цене которая ниже рыночной и так далее так далее так далее то много-много всего есть поэтому есть понятие total compensation а есть понятие base salary вот это base salary что еще я хочу сказать что средний или вот этот вот медианный да вот это вот медианный доход это на самом деле задумайтесь это по срединке идет то есть если ты самый что ни на есть средненький вот вот там вот там вот этот и это получает но если ты повыше этого да понимаете если если скажем 100000 это медианный значит половина от народа получают больше ста тысяч там и 120 и 150 и 170 и и можете за 200 кто есть поэтому тоже надо иметь ввиду есть есть наверное отдельная статистика по начинающим продолжающим там и так далее но вот в данном случае ее не было так все это усреднили по всем людям которые в данной профессии что еще меня в этом репорте удивило что ли там все которые айтишники они практически все менеджер менеджеры ну там по моему есть там системный архитект да а так остальные какие-то менеджеры менеджера идти менеджер того менеджер сего а даже скром мастер слушайте скром мастер такие деньги еще поражаюсь ну ладно немножко странно да так вот нет программистов там нет ни одного программиста там не оказалось в списке из 25 и список этот доходит да там что-нибудь 97 98 тысяч насколько я помню там меньше нету вот это топовые 25 позиций оплачиваемые стране минимальная там 1098 но программисты туда не попали и я так с интересом найти думаю потому что вот у нас тут например на местности программист на чем хочешь там с пятью годами опыта это меньше 150 тысяч даже даже нет возможности начать разговор с кем-то пойти нет людей которые согласны разговаривать чтобы не опять лет опыта было и вот это вот курсы я не хочу сказать что они какие-то бесконечно хорошие но очень приличные курсы bootcamp трехмесячный хак реактор у них просто ну вот они не всех берут конечно но тем не менее у них на выходе средняя зарплата там сто пять тысяч это люди вообще без опыта к ним приходит на кампус их там нанимают наверное у них какой-то там я не знаю образование более-менее приличные и так далее но но тем не менее их берут на первую работу на 100 тысяч так вот там не было java script и там full full stack учит и значит не знаю где они нашли вот этих всех людей которые столько получают но наверно если по стране взять там да и усреднить кремниевую долину с алабамой то может быть так оно и получится вот такой вот интересный обзор вы можете погуглить на него вы можете пойти на сайт глаздор и посмотреть более подробно пишут я нашел про него на блумберге значит там некоторые был рассказик небольшой и говорят что они провели очень большую работу что они как-то там анализировали не просто так вот знаете там тупо а как-то вот они так изощренно ну может быть так что я вас как бы приглашаю посмотреть на данные более детально если вам интересно моя задача просто рассказать что она есть и что тенденция вот существенно что тенденция такая айтишная просматривается из 11 в прошлом году 13 профессии в списке из 25 все-таки айтишные вот вот такая тенденция есть счастливо